Я вам всем привет! Сегодня хочу вас познакомить с лучшей артиллерией на 8 уровне М40-43 и показать вам отличный бой на ней, где она будет тащить, в том числе против десяток и показывать то, что арту понерфили, а она все равно продолжает нагибать. Отдельное удовольствие читать комментарии после видео с боями на артиллерии. Не так часто я на ней играю, еще реже я на ней выкладываю бои, но обязательно, когда я выкладываю бои на арте, прибежит пара хейтеров в комментарии и напишет что-нибудь, что они обо мне думают, причем так красочно и ярко. Почитайте потом сами комментарии, большинство, конечно, зрителей адекватных. Можете, кстати, им что-нибудь поотвечать. Вот, история М43. Восьмых артиллерий у меня не было, ну то есть я прокачивал. Десятая арта у меня вся в ангаре, я ее когда прокачивал, продавал, и только десятая у меня арты в ангаре, за исключением Буратоса я вот выкупал, когда еще арту не понерфили, когда у него пушка была, как у Холодоса восьмого. Вот. А М40-43 я решил выкупить после того, как оказался на линии фронта. Новый режим, который ввели весной этого года. Почувствуйте боль этого выстрела. Следующие выстрелы будут значительно более результативны. Ну, здесь как бы хорошие выстрелы. Красный вот этот вот маленькая, как это правильно назвать, стрелочка. То, что препятствие за прицелом выстрел хороший, но не долет. Так вот, сыграл несколько боев на линии фронта и почувствовал боль от артиллерии. Понял, что артиллерия в режиме линии фронта карает. Она живет там очень долго. Ее практически невозможно убить, разве что если вызвать там самолет и призвать арт-обстрел потом следом. Вот. Соответственно, она очень долго живет и очень много накидывает. Соответственно, решил специально для этого режима выкупить М40-43. Здесь у меня еще нет перков. По-моему, Боевое Братство успело прокачать или нет, не помню. Но лампочки здесь нет 100%. И поэтому я вот так вот на базе сломал. Прямо на базе, да, сломал дерево. И в этом дереве остановился. Что хочу сказать по поводу этой арты. Арта просто шикарная для восьмого уровня. Она быстрая, она может поменять фланг. Ну, максималка у нее там небольшая. Это километр 33, по-моему, что ли. Но она набирает ее моментально. Неплохая у нее маскировка. Ну, и самое главное, орудие у нее достаточно точное. И достаточно дамаженное. С большим сплэшем и с большим станом. Десятка. ВК расширывает. Видели, да? Я не стал работать, естественно, по правому флангу. После того, как там убили Исуху. Потому что на левом фланге у нас беда. Соответственно, я пытаюсь помочь ребятам на левом фланге. Контролирую миникарту. Играя на арте, нужно очень пристально контролировать миникарту. Вижу, что ЛТТБ на центре. Поэтому решаю вернуться в куст. Вроде лора у нас там с краю стоит. Надеюсь, что она не даст ему проехать. Надеюсь, что облака мне не приедет. Если бы кто-нибудь из них проехал, было бы все очень грустно. Не вставайте вот в такой вот кучкой. Как стали вот эти вот джентльмены. Именно в такую кучку артоводу приятнее всего кидать. Потому что с такой кучки вылетает. Сколько вылетит? Бум! 340 и 140. Ну, практически 500 хп вылетело. Сас поэша. Плюс стан суммарный. 12 секунд одному, 15 секунд другому. Отличный результат. Что хотел сказать по поводу арты. Конечно, да. Не стоит слишком часто играть на арте. Потому что арта, ну, по сути, она, конечно, токсичный такой класс. Но иногда бывает. Сыграл ты бой, а там фокусит арта. Сыграл следующий бой, 3 арты. Блин, да как вы достали артовода. Сам садишься на арту. И сам на этой самой арте заставляешь страдать кого-нибудь в ответ. То есть, как бы, почувствовал боль. И сам кому-нибудь сделал больно. Опять, видите, да, в конце прицела такая вот красненькая черточка. То есть, за танк маленечко я навел прицел, чтобы не было перелета. Но все равно случился недолет. Ну, и играя на арте, что нужно делать? Нужно стараться стрелять в скопление техники. Потому что урон она наносит не такое большое. Больше повреждения она наносит оглушением. То есть, снижением характеристик танка и критом внутренних модулей. Если вы кинули в толпу, сразу там вы снизили эффективность нескольких танков. И, возможно, им что-нибудь сломали. Ну, и следите внимательно за миникартой. Старайтесь помогать на том направлении, где сложнее всего. Вот, ЛТТБ, видите, где стоит. Засветился на миникарте. И я его даже сейчас не заметил. Только его заметил. Как кто-то из союзников Лорейн. Да, Лорейн. Красава. Тупорет. Никнейм Лорейна. Застрелил ЛТТБ. Решил посмотреть пока что. Не свести себя. Посмотреть, как справа дело происходит. Вижу, здесь обла. По легким танкам на арте я стараюсь стрелять только в том случае, если я могу его добрать. Ну, как-то тупит, в общем, легкий танк. Не катается, а галтела по центру карты. А как-то там пытается перестреливаться. Я могу ему более-менее гарантированно продамажить. Потому что легкий танк, конечно, опасный для артиллерии. Противники, не дай бог, он ко мне приедет. Полное сведение. Бум. 430. Арта не дамажит, сказал я не так давно. И по 400 сношу стабильно за выстрел. По поводу еще фокуса. То есть я, играя на арте, конечно, да. Если, допустим, ну, основные приоритеты скопления техники. Дальше приоритет картонный какой-то танк. Дальше приоритет союзник, допустим, шотный. Его можно спасти. Вот как... Ну, либо союзнику помочь добрать. Лора, красавчик, заехал в спину Type Heavy. Отдал часть барабана. И начинает отдавать барабан по ВК. ВК КД. И я хочу помочь Лоре добрать его с барабана. Шикарный выстрел. Бум. 400 с критом гусеницы. И Лора спокойно его добирает. Отлично. По поводу статистов. Конечно, да. Если будет рядом статист и не статист, я стрельну по статисту. Потому что он более опасен для команды. И я сам от этого страдаю. Меня, конечно, чаще фокусит артиллерия. Но никуда от этого не деться. Потому что статисты, естественно, они представляют большую угрозу для команды, чем простые игроки. Ну, и, соответственно, картонная техника. Если рядом будет статист на бабахе 40.05, рядом с ним рыженький Type 5 Heavy. Естественно, естественно, я стрельну по 40.05. Так что картонная техника тоже в приоритете. Персику я пометил, что я атакую, чтобы он не подставлялся. Ну, и, собственно, осталось дело за малым. Осталось дело дождаться перезарядки. Попробовать забрать 257. И потом, чтобы першинг с Лорейном вместе скоопировались и с двух сторон зашли на бабаху. Ну, и еще на арте не стесняйтесь маркировать. Показывает союзникам, куда у вас сведены, сколько вам осталось до перезарядки. Честно сказать, я иногда сам ленюсь это делать. Но в этом бою в основном ставил я маркер, за исключением некоторых моментов. Ну, то есть, допустим, если вы кидаете по какому-то танку, и там союзники заняты перестрелкой, им это не важно. То можете не ставить маркер. Но в данном случае, например, я показываю союзникам, что вот я сюда сведен уже, и я уже заряжен. Чуть-чуть перемотаю, потому что сейчас примерно полминуты придется подождать засвета объекта 257. И недолго, конечно, ему останется жить после этого самого засвета. Першинок смещается на центр. Вот он, объект. Возвращая нормальную скорость. Минус объект. Даже никуда он не подумал переехать. Ну, а я смещаюсь на левый фланг, чтобы у меня был лучше прострел по бабахе. Потому что бабаха, ожидаю я, что она окажется, ну, на этом балкончике на своем, будет контролировать базу. Прошу Лорейна и Першинка действовать вместе, чтобы бабаха их не перешотала по очереди. Потому что если она шотнет их по очереди, то это будет, скорее всего, ничья. Ну, да, скорее всего, ничья это будет. Собственно, все. Не знаю, что еще прокомментировать. Останется сейчас еще один результативный, ну, как, относительно результативный выстрел по бабахе. И потом пойдем смотреть эти результаты боя. Лоррейн. Заняло я как раз позицию, чтобы простреливать идеально бабаху на балконе. Да, не стесняйтесь, приезжайте, играя на арте, смотреть на миникарту, переезжайте с командой. Если фланг пустой, не оставайтесь на пустом фланге. Ну, в общем, такие базовые советы. Вот. А вообще, конечно, геймплей на арте сложный. Сложнейший геймплей. А где бабаха? Я за нее. Ну, на самом деле, бабаха, кажется... Окажется, окажется она. Где же она окажется, как вы думаете? Вот же она, где оказалась. Полнейшее сведение по возможности. Угу. Лоррейн заходит на бабаху. Смотрите, момент. Момент. Бабаха не пробила Лоррейна. Летит. Летит оглушение. Был небольшой риск, что я еще чуть-чуть лору зацеплю. Но уже гарантированно они бабаху убивали. А мне нужно было это оглушение для того, чтобы получить своего заслуженного мастероса на арте. Причем не просто мастероса, а вы посмотрите на эти показатели опыта. 2040 опыта на арте с премиумом. 3100. О, здесь не отображается оглушение. Сейчас, погодите. Сейчас, погодите. Сейчас сделаем. Ой. Вот же оно здесь было. Было оно здесь. Да, 300 урон. 2600 оглушение. Плюс. А, гусениц не было. Гусениц не было. Суммарно 10 оглушений нанесено. Заработанный опыт. 70 тысяч в плюсе. Ну, это, конечно, здесь с учетом плюшек. Но даже без плюшек, даже без плюшек я бы потратил за этот бой 30 тысяч, а заработал почти 60. Даже без плюшек я был бы в хорошем плюсе. Вот, да. Топ-1 по урону. В своей команде. Ну, единственная бабаха в вражеской команде меня перестреляла. А так против десяток топ-1 по урону в своей команде. Неплохо на арте игра. Арта, не имба. Сложный геймплей. Не, ну на самом деле на арте часто сложно тащить бои. Потому что дамаг у него небольшой. Там по 300-400 раз в 40 секунд, условно говоря. И на бой повлиять тяжело. Но есть некоторые бои, как, например, вот этот конкретный бой, где удалось, в принципе, неплохо повлиять на результат боя и помочь своей команде его затащить. Все на этом на сегодня. Если бой вам понравился, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Не ходите ваншотов от арты, поджогов от арты, фокуса от арты. И опять же, знаете, что делать? Ставить, конечно же, лайк и пишите что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.